времени мне хотелось, но надеюсь, в будущем и справится. И сегодня я хочу вам немножко рассказать о сертификации ISTQB Foundation Level, что это такое, почему стоит сертифицироваться, почему, может быть, не стоит, как это все происходит, что для этого нужно, отвечать на ваши вопросы по этому поводу. Смотрите, вот эта картинка по поводу сертификации, она такая обзорная, она взята непосредственно с сайта ISTQB, вы говорите честно. ISTQB – это международная организация, которая сертифицирует тестировщиков по всему миру. Есть три основных уровня сертификации. Уровень Foundation, базовый основной, Advanced и Expert. Фишка в том, что без сертификата Foundation дальше вы не пойдете. Если вы хотите стать экспертом, придется пройти всю лейтингу от начала и до конца. Еще есть, может быть, вы видите, достаточно мелкий текст. Еще есть несколько расширений. Для Foundation это Agile Tester и тестирование Model B, основанное на моделях. Этот уровень еще не стартовал, стартовал в 2015 году. Вообще специализация достаточно широкая. Видите, на Advanced уровне можно уже сертифицироваться и как менеджер, и как аналитик, и как технический аналитик. На уровне эксперта еще более детальные варианты есть. Но в целом градация вот такая. Теперь немножко про уровень Foundation, о котором мы сегодня будем, в принципе, говорить подробно. Сразу скажу, на сертификации, на экзамене проверяются, в принципе, только знания теоретические. Поэтому вот на этой картинке обзорно показано, какие сферы здесь охвачены. Что от вас требуется, чтобы достойно провести экзамен, получить сертификат. А именно, первая часть – это основные какие-то вещи, базовые. Зачем нужно тестирование, цели, принципы, психология тестирования. Дальше, место тестирования в жизненном цикле. Дальше, техники, статические техники. Что такое ревью, статический анализ кода. Потом техники тест-дизайна и тест-менеджмент и инструменты. Я очень кратко, я понимаю, что это скучная часть доклада, но не сказать об этом, я не могу, чтобы вы хотя бы приблизительно себе представляли, что вас ждет. Вот все эти темы, они покрываются экзаменом и сертификацией ухолмляйшем левом. Все, ничего другого здесь нет. Никаких практических задач здесь тоже не будет, только теория. Теперь давайте поговорим о том, зачем стоит, в принципе, сертифицировать. Ну, во-первых, я это поняла на своем опыте, прохождение сертификации под выглопок к экзамену, это замечательный способ строить теоретические знания, как-то бы доложить в голове, структурировать, разложить по полочкам. Замечательный просто способ, ничего лучше бы в моей жизни не было. Потом, еще одна такая цель, для зарубежного работодателя или для зарубежного заказчика, если вы, например, в УСОРС работаете, вы действительно сертификатом станете привлекательнее. То есть при прочих равных условиях, да, там, если есть человек без сертификата, как будто бы такой же опыт, как будто бы такие же знания, ну, есть человек и с сертификатом, скорее всего, зарубежный заказчик, в частности, например, европейский, там, Германия, в частности, предпочтет именно такого человека. Вот. Еще сертификация по отзывам здорово повышает самооценку, потому что это какой-то пройденный квест, да, какой-то долгий ачипмент, какая-то там новая плюшечка, принятый челлендж, выполненная миссия и всякое такое. То есть вы становитесь так level up, и все становится немножко лучше. Еще такая вот позитивная цель для новичков, совсем для новичков, у которых нет еще практически голубой работы, и они хотят свою первую работу получить. Если у вас нашли силы, время, желание подготовиться к экзамену, выучить всю теорию, и вы с этими знаниями уже идете получать там свою первую работу, где-то практиканта, где-то джуниора, я думаю, что на вас посмотрят в очень позитивном ключе, чтобы вы сами так взялись, выучили, разыгрались, и как минимум уже знаете всю теорию тестирования, и вас можно постепенно учить практике. Что хорошего и плохого я могу рассказать про сертификацию? Хорошо то, что сертификат вообще всемирно признанный. А если тебе у себя на сайте используют английское слово globally, то есть действительно вроде как по всему миру без исключений, минус здесь то, что стоимость сертификации достаточно высокая, на фоундейшн уровне это 120 евро для бумажного экзамена и 150 для электронного, я еще об этом расскажу. Другие уровни стоят еще дороже, то есть такое небесплатное удовольствие совсем. Хорошо, с одной стороны, то, что сертификат действует по жизни, но вам не придется его подтверждать. Это я опять же про фоундейшн уровень. Другие уровни подтверждают три лезда. С другой стороны, если вы не работали 10 лет, у вас есть сертификат, это никому ни о чем не говорит, вы просто потеряли время, вы отстали от индустрии, и ваш сертификат, он не является подтверждением ваших актуальных знаний на текущий момент. Опять же, с одной стороны, хорошо, что при сертификации никто не проверяет ваш опыт работы, хотя рекомендуется, чтобы у вас был опыт работы от шести месяцев, но никто этого проверять не будет. С другой стороны, когда вы сдаете экзамен, проверяются только ваши теоретические знания, я об этом уже говорила, там не будет вопросов типа, как построен процесс тестирования вашей компании, ничего этого спрашивать не буду, только теория, только хардкор, задачки, ничего другого ждать не нужно. Очень приятным для меня стало то, что результат компьютер-бэйз-экзамена, который вы сдаете на компьютере, можете узнать сразу. Я настроилась на то, что я вам буду ждать какое-то время, буду бояться, что сдам, не сдам. Нет. Смотрят на компьютер, говорят вам ваш результат, все очень классно. С другой стороны, вам никто не скажет, на какие именно вопросы вы ответили неправильно, и какие были правильные ответы. Вот этот вот обучающий момент, он упущен. Вам скажет только общее количество ваших правильных ответов, их долю и все. Можно за деньги можно было. Да, можно за деньги, но я не знаю ни одного человека, который это сделал. Если знаете, скажите мне, пожалуйста, я хочу с ним лично пообщаться, кто готов отдать 60 евро за такую услугу. И поехать в Германию. И поехать в Германию, подсказывают из зала. Это делается только лично в офисе ISPQB. По интернету такая услуга не предоставляется. Как бы странно это не звучало. Вот три цели. Если у вас они есть, я бы сказала, если у вас они есть в краткосрочной перспективе, и вы ждете, что просто сам сертификат вам перенесет что-то из этого, без каких-то еще дополнительных усилий с вашей стороны, то, пожалуй, не стоит. Красивая корочка, это, конечно, хорошо, но стоит ли? Это как диплом, знаете? Вот. Просто так зарплату вам, скорее всего, тоже не повысят, просто так grade middle или senior вам тоже не присвоят. Если это все не будет подкреплено опытом, знаниями, какими-то другими вашими проявлениями, аналогия с дипломом, она абсолютно в этом случае правильно работает. Давайте я вам расскажу конкретно, какие есть способы регистрироваться на экзамен и как его можно проходить. Смотрите, способы всего два. Экзамен можно сдавать в электронном виде, так называемый, и экзем, и можно сдавать его на бумажке, как в школе, вам дают листочек, отмечаете правильный ответ. Для того, чтобы срегистрироваться на электронные экзамены, вы заходите на вот такую вот страничку. Я думаю, вам потом вот это тут. Да, презентация или я? Ну, это будет зависеть. Будет зависеть. Видите, не все так просто. Если что, это же темнее, я сброшу ссылку. Регистрация занимает буквально 20 минут. Это все очень просто. В Одессе это все можно сделать непосредственно в компьютерной академии ШАГ. Это сертифицированные партнеры экзаменационной организации. Это все тоже очень круто. И не только в Одессе, но и в других городах Украины тоже. Для того, чтобы сдать бумажный экзамен, вам придется съездить в Киев. Кроме того, вас ждет увлекательный квест по поводу того, как на этот экзамен зарегистрироваться. Потому что мы ждали ответа, по-моему, два месяца. Мы за это время уже все выучили, подготовились к электронному экзамену. А только потом нам написали и сказали, ну, можете еще через месяц приехать к нам и сдать бумажный. Вот. Поэтому я бы на это не закладывалась. Бумажный экзамен немножко дешевле. Вы видите, на 30 евро. Но вам придется еще потратить деньги на дорогу, на еду в Киеве. То есть, на самом деле, не такая уже большая разница. Вот. Очень приятный бонус, если вы выбрали электронный экзамен, будет то, что экзамен можно отложить. Если вам очень страшно, вы чувствуете, что вы не готовы, за 24 часа до начала экзамена вы имеете право изменить дату и время. Вот. Такой вот хинт, если вдруг что. Конечно, paper-based экзамен перенести вы не сможете. Вопросы здесь есть какие-то? В этом моменте. Нет? Можно купить экзамен. Я немножко позже об этом расскажу, но я не увидела никакой даже возможности что-то списать, погуглить или иным образом получить подсказку. Не говоря уже о том, чтобы купить экзамен. Илья, прости, пожалуйста. А 150 евро это чисто не получается? Или как? Ну, то есть, принес, достал свои 150 евро, да? Да. Ну, и чтобы вы правильно понимали, это как интернет-магазин. А здесь все равно платить те же 7% плюс или 7 евро за услуги оплаты карточки? Что такое 7 евро? С меня списали, насколько я помню, 150. Ровно. Ровно. А чем? Пайпалом или чем? Нет, просто карточкой, как в интернет-магазине, карточкой о приватбанке, но какая именно, я не помню, простите. 7% с меня не брали. 7 евро за операцию по карте. За транзакцию. За транзакцию, что такое-то? Это какие-то новости, да? Это я не знаю. У вашего банка такие условия, то поменяйте банк. Да нет, это не у банка, это там у них мы сайты. Это вот это, неделю назад. Когда там был последний экзамен. Ну смотрите, я сдавала, регистрировалась в августе, ничего такого и не было. Может, что-то поменяли? Ну вот сейчас добавили уже. Очень немного, очень много. Немножечко денег. Ну да, за что. Согласна. Вот. Давайте еще поговорим про материалы, которые вам понадобятся для подготовки. Первое. Это глоссарий. Глоссарий — это просто список терминов, которые используются в экзаменационных вопросах. Глоссарий един для всех уровней сертификации, для Foundation, Advanced и Expert. Здесь используется абсолютно одинаковая терминология, все понимается совершенно одинаково. Глоссарий, качайте бескладным на сайте ISDQB. Можете им смело пользоваться. Дальше есть такая штука, как Foundation Level Syllabus. Это не что иное, как программа обучения, я бы даже сказала, сжатый конспект. Он небольшой, там, по-моему, страниц 70. Он тоже качается бесплатно, но последний элемент в этом списке — это книга. «Foundations of Software Testing». Написали ее три автора. И вот эта книга, честно говоря, является, в принципе, абсолютно полным источником, вместе с голосарием, правда, потому что в него придется заглядывать, для подготовки к экзаменам. Сила, будь мне, не пригодилась ни разу. книга действительно очень хорошая, очень подробная, со схемами, объяснениями, примерами, картинками, задачами, то есть такое полноценное учебное пособие. Я считаю, что оно нужно не только для подготовки к сертификации, а, в принципе, для структурирования знаний, для того, чтобы получить теоретические знания, вообще источник, на самом деле, отличный. Чего ждать от самого экзамена? Что там будет? Будет 40 вопросов. Multiple choice questions, обычные тесты. За каждый ответ вам начисляется один балл. Ваша задача, чтобы сдать экзамен, получить не меньше 65% правильных ответов. Как вы видите, это достаточно мало. Вам можно сделать 14 ошибок. 14, представляете, и вы все равно сдадите. То есть постараться нужно сильно. Вопросы нелегкие. Вопросы такие, что зазубрить не получится. Нужно понимать, о чем речь, понимать, что от вас хотят, читать вопросы внимательно, но об этом немножечко позже. Экзамен длится 60 минут. Здесь такая оговорка, 60 минут длятся все электронные экзамены, да? и если вы вдруг решите сдавать экзамен на русском языке, бумажный, он будет длиться дольше. Нет, наоборот. Вдруг, английский экзамен будет длиться дольше, если он бумажный, а русский будет длиться 60 минут. То есть вам дадут еще 15 минут на то, чтобы использовать иностранный язык. Только бумажный вариант. Электронный английский экзамен длится те же 60 минут. у вас будет возможность, если вы сдаете электронный экзамен, вопрос отложить. Шикарная возможность, можно поревьювать свои ответы. Не все об этой возможности просто знают, когда сдают, поэтому я вам говорю сразу. Флаг можно такой поставить. Просто некоторые нервничают, не обращают на это внимание. Можно просмотреть все свои ответы еще раз. И для того, чтобы делать какие-то пометки, решать задачу, у вас будет такая пластиковая карточка, типа доски такой формата А4, с маркером, с губкой. Можно там делать пометки, рисовать. То есть бумаги у вас не будет никакой возможности соответственно сделать бомбы. Кроме того, у вас заберут при входе все личные вещи, запрут их в отдельный шкафчик. Ничего у вас с собой не будет. В спину вам будет светить видеокамера. Вам будет заходить специально обученный человек. В кабинете вы будете одни, поэтому списывать, гуглить, ждать какой-то подсказки нельзя, надо просто выучить, разобраться, прийти, истать. А словарик можно? Нет. Хотя я не знаю, честно говоря, англо-русские бумажные вы имеете? Я не пробовал, но я думаю, что это можно уточнить. Хотя я не знаю, скорее всего, можно в том случае, если экзамен бумажный и с вами там кто-то находится в полсторе. Просто на бумажном интересно, как в электронном варианте. Я не пробовал. Если есть в зале кто-то, кто пробовал, поделитесь опытом, мне тоже интересно. А если там, допустим, какое-то слово мне непонятно, в бумажном варианте достал словарик, полистал, нашел слово, пошел дальше. Ну, в общем, можно задать этот вопрос с опорта АСТПБ, может быть, что-то расскажет. Да. Оля, а если электронный экзамен придется сдавать, допустим, в Синь-Йорк-Вейх вместо другого человека? Сейчас расскажу. Сейчас расскажу насчет Синь-Йорк-Вейх и вместо другого человека. Вот, смотрите. На этом слайде у меня первый пункт указывать имя и фамилию как в загранпаспорте. На сайте АСТПБ при регистрации вам сразу пишут пишите имя и фамилию так, как в том документе, который вы принесете с собой на экзамен. То есть вы приходите, смотрят ваш документ, смотрят, что имя и фамилия написаны именем так, как при вашей регистрации и вас допускают. Я предвижу вопрос, что делать, если у меня нет загранпаспорта. Я не знаю, что делать, потому что на сайте можно вводить только латинские буквы. Как туда ввести кирилляцию я не придумала. Это еще один повод для того, чтобы написать вексифор. Копипастер. Не уверена, что это сработает. Поэтому мне это тоже не очень нравится. Но вместо загранпаспорта можно принести любой другой документ, где ваши имя написано латинец и там водительские права тоже пойдут. Но если вы принесете паспорт Украины, я не знаю, что будет, честно, нужно и спросить. А куда приносить? На экзамен. Непосредственно на экзамен. В Киеве не требовали ничего. В Одессе требовали. В Одессе требовали документы. Нет, в Киеве с обычным паспортом. Мне загранник не нужен. Понятно. Тогда все хорошо. Но это был бумажный экзамен, правильно? Да, это бумажный экзамен. То есть это немножко другая система. Хорошо. Я почему советую выбирать экзамен на английском языке? Просто потому, что у вас тогда не будет разницы, не будет вообще проблем, связанных с переводом. То есть у вас не будет той ситуации, что вопросы переведены на русский одним человеком, книга переведена на русский другим человеком. Есть какое-то разночтение в терминах. Поэтому если у вас есть возможность читать книгу на английском, сдавать экзамен на английском, 99%, что вам будет легче, чем тем, кто выбрал русский вариант, и вы вот так вот себя убережете от каких-то лишних, нехороших ошибок. Но возможность сдавать экзамен на русском тоже есть. Как готовиться? Есть тренинги по подготовке, платные, профессиональные. Говорят, что они работают. Говорят, что это хорошая возможность все свои знания как-то тоже систематизировать и подготовиться в группе с хорошими преподавателями. Но это не обязательно. Можно вполне хорошо подготовиться самостоятельно, без таких вот тренингов. То есть вы думаете сами, решаете сами. Это совершенно необязательное условие. Обратите внимание, что для смартфонов iOS и Android есть мобильный глоссарий. На экзамене вам это не поможет, потому что телефон у вас одним мимо дозапруд в шкафчике. Но готовиться с таким вот телефоном удобно даже где-то в пробке, в маршрутке, в очереди полистать, его посмотреть. Такой приятный бонус. Естественно, приложение бесплатное. Многим нравится готовиться с друзьями, в группах, обсуждать книгу. Тоже очень хороший действенный способ. Проверено на себе. Поэтому находите себе единомышленников, общайтесь, готовьтесь вместе. не нужно рассчитывать на то, что вы скачаете все-все-все ответы где-нибудь в интернете и все они вам попадутся на экзамене. Вам все равно придется думать. Готовых ответов вы нигде не найдете. Они выбираются достаточно рандомно. Но у вас есть возможность, например, в том же учебнике для подготовки решать пробные тесты. Они, в принципе, достаточно корректно сформулированы. Вернее, не совсем корректно сформулированы, но они, кроме того, похоже на то, что у вас будет на реальном экзамене. Вот, пролешайте, например, пробный тест в конце книги, посмотрите, сколько у вас правильных ответов и таким вот образом сами оцените свою подготовку. Когда вы сдаете экзамен, вопрос нужно читать очень внимательно, очень часто в нем уже задержится ответ. Нельзя спешить, 60 минут это достаточно много времени, поверьте мне. У меня ушло где-то около получаса просто на ответы и еще полчаса на вот просто на ревью, на проверку, на то, чтобы подумать лишний раз. Я тоже думала, что это очень мало, полторы минуты на вопрос, на самом деле все совсем не так. Это не страшно. Не пытайтесь задачи решать устно, даже не пробуйте. У вас на это уйдет больше времени, чем если вы читаете задачу, сразу берете маркер в руку и начинаете продумывать решение. Это только кажется, что вы все можете удержать в голове, на самом деле нет. Вот начинаете рисовать сразу схему и начинаете разбирать задачу с маркером в руке. Вы себя убережете от очень большого количества очень глупых ошибок. Время устное решение задачи не экономит. Ну, и немножко о моем опыте. Вы уже поняли, я сдавала экзамен электронный. Что мне это принесло? Во-первых, я организовала свои знания у себя в голове, я повторила теория. Мне стало приятнее немножко проводить собеседование в том плане, что учебник для подготовки он очень популярный и пропадает какая-то разница восприятия одних и тех же терминов. И вот когда много-много человек читают один и тот же учебник, потом вот с этими знаниями общаются, очень комфортно говорить на абсолютно одном языке. Ну, и я сразу скажу, что я все-таки запланировала сдавать дальше экзамены, потому что вот этот вот челлендж и вот этот вот элемент игры, он, конечно, подкупает в АСТКБ сертификации и хочется дальше там что-то карабкаться в этой резинце и что-то там дальше учить и достигать. Вот. На этом все. Я вам еще предлагаю ответить на три вопроса. Вопрос первый. Я думаю, что я его вам озвучу на русском языке сам вопрос. А правильные ответы переводить не буду, вернее, неправильные все ответы, просто потому, что на русском языке они означают все примерно то же самое. Собственно, вопрос в чем? То, что вы видите, вы, как конечный пользователь, отклоняется от ожидаемого поведения. Вам предлагается сказать, как такая ситуация называется. Я хочу услышать какие-либо варианты. Си. Еще варианты будут? Си. Хорошо, кто за Си? Кто за Дим? Кто за А? Мнения разделились. Готовы узнать правильный ответ? Такие. Почему? Расскажу почему. Вопрос основанный чисто на глоссарии, да? Вы сейчас поймете, почему глоссарии читать все-таки придется. Потому, что согласно глоссариям варианты А и Е, Р и Мистейк значит ровным счетом одно и то же. Вообще одно и то же, они на другое просто ссылаются. Это ошибка человеческая, которую человек сделал. Варианты Б и Д согласно глоссарию тоже абсолютно одно и то же. Они тоже друг на друга ссылаются и означают ошибку в программе, проблему в коде. А вот вариант С фейлор это именно отклонение дожидаемого поведения. Вопрос второй. У вас есть система. Система рассчитывает ставку налога. у вас есть сотрудник, он получает какую-то зарплату. 4 тысячи фунтов налогом не облагаются. Следующие полторы тысячи облагаются по ставке 10%. Следующие 28 тысяч по ставке 22%. 40%. А любая большая сумма по ставке 40%. Вам необходимо определить тест-кейс. Определить, используя метод граничных значений до ближайшего целого фунта, который можно в этом случае использовать. Причем тест-кейс должен быть валидный. подумайте. Я вообще в этом случае, когда сдавала экзамен, уже начинала рисовать, но в принципе это здесь совершенно необязательно. На экзамене рисование экономит время. Имеется ввиду, что вы целое значение берете. Вариант С. Еще варианты будут? Или только С? Не, ну, один из часов. Ну, варианты тоже. А кто за вариант С был? Я. Ага. Столбец денег. Столбец 13, неправильно. Но должен быть возможностей на работе. Почему? Не знаю. Это просто первое образование. Вообще на экзамене задание очень логичное, кроме тех, которые вы вроде бы абсолютно правильно ответили, а потом вы у себя видите не 100% правильных ответов, и вы не знаете, где вы ошиблись. Но выглядит все очень логично. на самом деле. Окей. Двуха никакого нет, как я вижу. Поэтому я вам раскрываю карты, да? Все-таки цены. Все-таки 33501. Объяснять рисовать надо? Или, в принципе, все понятно? То есть у вас есть 4000, да? Прибавляем 1500, получаем 5500, прибавляем еще 28, получаем 5500, и с половиной. Нам интересуют граничные значения, стекаемся на единичку, потому что нас интересует только целое число. Вот у нас готовый тест кейс. Последний вопрос. Он по формулировке самый сложный. Пожалуйста, обратите внимание на формулировку. Вам предлагают выбрать неправильное утверждение. Это очень популярная формулировка на экзамене. многие не обращают просто внимания, на это автоматически выбирают правильный ответ. Нужно выбрать неправильный. Рассказываю. Здесь идет речь полностью про ожидаемые результаты. Вариант А. Это что ожидаемые результаты вы получаете из спецификации, а не из кода. Я имею ввиду получается для тестирования. То есть вы понимаете на что вам опираться. Второй вариант В. Ожидаемые результаты могут включать в себя например выбор данных на экран, изменение файлов, базах данных. Третий вариант С. Ожидаемые результаты вы должны знать до того, как запускается тест. Четвертый вариант D. Ожидаемые результаты определяются поведением программы. результат Вариант Е. Ожидаемые результаты могут включать временные рамки в кейлах например время отки как программы. Прочитали внимательно. Здесь все хорошо. Все господа я готова отвечать на ваши вопросы я свой доклад закончила. У меня есть два вопроса. А вот электронный вариант это я так понял сначала думал что ты и сидишь и отвечаешь а теперь поняли что ты приходишь к ним и просто накомпенсируешь. Да нужно прийти к ним тебя закроют в тайной комнате дадут тебе компьютер дадут тебе час времени и придется здесь отвечать дома нельзя. А второй вопрос ты сдавала сама по своей собственной фирма об этом не знала насколько я знаю потому что я готовилась сама. У вас что нет таких плюсов до того? Провокационный вопрос. Но я честно об этом никому не говорила может быть это было в каком-то смысле неправильно может быть я бы нашла у себя еще группу поддержки более расширенную в этом плане но вот фирма не знала да так получилось. В некоторых местах фирма оплачивает но только удачные а не удачные за свой счет не до ничего не стал через сколько можно знать в следующий раз по-моему никто этого вам не ограничивает и не запрещает каждый раз естественно это все по-анному если кто хочет готовиться на русском языке вообще что-то какая-то литература есть кроме силабуса который я не находила хорошая литература я поэтому и рекомендую английский вариант потому что здесь вы найдете все найдете книжку найдете там еще какие-то сайтики в интернете где будет что-то еще более подробно разжеванное статьи какие-то что делать с русским языком я вот не знаю кроме того имейте ввиду что вам потом работать вам потом использовать терминологию английскую преимущественно сколько вам нужен русский язык не должен вопрос помнить есть сайт переведенный на русский и там есть терминология точно на русский переведена русский называется но я кроме этого сайта тоже ничего не ну вот в том-то и дело чтобы такая специальная документация будет а что-то более разжеванное в ряд в случае если вы сдали экзамен то вам выдается сертификат это правильно да с уникальным каким-то идентификационным вам выдается сертификат говорю вам потому что я свой сертификат еще жду я его жду его я спила экзамен если я не ошибаюсь 5 сентября 1 октября мне сертификат выслали из Германии он мне еще не дошел есть одна секс-стория когда он дошел примерно через 4 недели есть много других историй когда он дошел там больше чем через месяц и насколько я знаю если он не доходит вообще можно попросить возможно дупликат не знаю хотя мне такое тоже говорили но точно можно попросить пдф в основном когда будет в электронный вид но в этой пдфке тоже будет номер абсолютно тоже что и на бумаге можно его смело использовать мир есть сервис проверки подлинности сертификатов насколько я знаю нет есть вас данных куда вы можете по своему желанию убить ваш номер сертификаты и вы там тогда будете засветиться но это такое отличная инициатива нет ну я не знаю мне говорили что где-то должен быть этот сервис я не нашла я тоже очень где-то он есть где-то он может что что я думаю что я думаю что если они возникнут сомнения то они могут как-то связаться связаться могут дать запрос какой-то получить и это только все официально через почту они рандомные меняются база меняется вопросы записываются мне ждите что все вопросы будут одинаковые ну что есть еще вопросы рисовала задача такого плана как мы только что видели с ограниченными значениями я просто когда готовилась я привыкну рисовать вообще все потому что поняла что это намного быстрее еще из задач очень удобно рисовать если будете готовиться обратите внимание все что связано вообще с дизайном там где у вас есть какие-то ситуации где нужно скейсы придумывать очень удобно рисовать все задачи которые связаны с диаграммами когда вам нужно посчитать тестовое покрытие кто готовился или кто там вдавался поглубже к теме узнает покрытие условий покрытие операторов все эти задания очень удобно решать именно письменами пожалуйста Оля а зарплату после этого все-таки повысили или нет? провокационную область на 162 но я не говорила что я украшала сертификацию кроме того у меня еще даже нет сертификата но магия сработала все-таки почему нет? ну вообще на самом деле не самый хороший способ попросить повышение зарплаты получить сертификат лучше доказать свои умения каким-то более нормальным традиционным образом поверьте вас оценят лучше и поднимут вам зарплату на большее спасибо всем спасибо большое делаем пидорами я думаю да или нет? бис